Сотни игрушечных персонажей, заставляющих детвору и взрослых поверить в сказку, создала главный художник Воронежского театра кукол Елена Луценко. Ее имя вошло в историю российского кукольного искусства. В ней горит импульс поиска, стремление к открытию, создание метаморфического пространства. Пальчиковая кукла управляется одним или несколькими пальцами, расположенными внутри куклы. Как правило, они очень просты и состоят из головы и чехла, в которые человек, носящий куклу, вставляет руку. Поэтому очень важно создать выразительное лицо. Ну, самая первая, так сказать, система кукол, традиционная, что ли, это перчаточная кукла, которая одевается на руку, вот, и она существовала издревле. То есть с нее, может быть, и начался театр кукол в России. И скоморохи, они приходили там в селение на ярмарки и разыгрывали на своем, значит, небольшой ширмочке какое-нибудь представление. Вот. Сейчас я вам покажу. Это типичная Петрушка. Вот. Он у нас даже участвовал в каком-то спектакле. Вот. Он надевается на руку. Вот. Указательный палец или там средний палец, нейтральный. Одевается в головку, мизинчик, значит, на одну ручку и большой палец. Даже когда перчатки краим, то перчатка краится, прям актер кладет свою руку на бумагу. И мы обводим, потому что кукла должна быть очень... У каждого перчаточная кукла, она должна сидеть хорошо. Потому что когда кукла сидит удобно все, тогда и кукловождение идет, так сказать, ну, как бы удобно актеру сделать то или иное движение. Видите, он может похлопать в ладоши. И он уже живой. Вот. Если он сидит на ширме, вот, ширма, у него ножки болтаются. То есть практически это самая такая удобная для актера кукла, потому что она идет как бы прямо от сердца сюда. Она ближе всего к актеру, поэтому... И он может даже с ней общаться, она может с нему там что-то на ушко сказать, поговорить. Редактор субтитров А.Семкин